мы сейчас находимся в двух минутах от кремля и направляемся в жилище одного стрит-арт художника при этом узнал я о нем очень случайным образом я гулял просто вот недалеко от арбата от кремля и выкладывал в инстаграм как часто делаю всякие красивые необычные штуки в москве и выложил ну прям заброшенный дом оказалось там живет стрит-арт художник не это написали просто в директ а вот ты знаешь я удивился даже не тому что там живет стрит-арт художник потому что там вообще кто-то живет потом написал он сам и теперь мы идем к нему я не знаю что нас ждет но пошли здесь в 1868 жил и работал лев толстой а здесь вот там вот живет и работает бачков хуй а я напоминаю что за коммент под этим роликом лайк колокольчик а вот все вот эти вот штуки чтобы просто активность под видосом на проявлять и оставить комментарий вы выигрываете шикарные стикеросики при этом у меня важно понимать обычная версия этих стикеров я их печатаю на принтере тестирую клею смотрю как они смотрятся и потом мы делаем специальную пиздатую версию для вас которая не стирается которая очень круто держится в общем шикарные стикеры отправляем письма теперь просто во все концы чтобы конкретно с этого ролика их выиграть нужно написать один или несколько самых крутых художественных псевдонимов что вы знаете то есть допустим там грязный рамирос и вот то 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 почему он самый крутой и самый там залайканный комментарий или который мне больше всего понравится короче вот буквально самый крутой получит собственно эти стикеросы через неделю а если вы в этот раз не выиграете то будет следующий ролик а потом еще следующий в общем постоянно будем дарить стикеры ну что за красотище как ты вообще тут очутился ну я искал себе жилье большое дешевое в центре москвы в котором я смогу пачкать стены пол и смогу кричать реп вот это была принципиальная штука что дарок там условно рисовать на стенах на бремя что ты мог делать все что угодно вот и собственно искал скал мониторил сам мониторил авито и наконец нашел группу на фейсбуке ищем мастерские и там какой-то чувак писал что него есть куча помещений в москве он то есть сам ничего не запустил эти помещения просто оставлял в комментариях под вопросами тех кто ищет типа у меня есть помещение москве откуда блять странный чувак напишу ему написал у меня спрашивает чё тебе нужно помещение ему все перечислил он такой внезапно есть такое я такой ебать серьезно вот и приехал посмотрел здесь было вообще все гораздо хуже чем сейчас то есть казалось бы уже хуже некуда вот но в общем здесь было прям совсем все засрануло везде вот эта пыль строительный так далее но то есть я сначала когда увидел это все такое блять нет все я ушел с учились пять минут не буду это снимать на потом я подумал и согласился но это как место на самом себе себе потрясающе и это здание она рано или поздно отреставрируется и да да ну собственно его планируют реставрировать уже вот четвертый год буду планировать реставрировать то есть постоянно здесь вот переносят типа говорят что там два-три месяца начин реставрацию но как-то не склад когда начнется реставрация ты собственно да да в этот раз он говорят уже что-то в июне скорее всего то есть планировалось уже в сентябре начаться но снова перенеслась я на самом деле очень люблю когда разрисованы стену так сильно но я уже планировал отсюда съехать потому что должна была начаться реставрация уже думал все типа забить на это все а в итоге в итоге теперь мы с этим жить и тебе в этом скорее комфортно тебя вот подобная обстановка не угнетает сушен как сказать теперь уже не знаю но мне нормально комфортно в этом что то есть просто с точки зрения вдохновения по он прям работает потому что ты вот когда живешь в этом даже если человек вообще не был никаким художником и ничего никогда подобного не делал мне кажется он вот здесь если просыпается до условно завтракает и продолжает он превращается в художника просто неумолимый у него нет шансов художником не стать ну да у тебя нет другого выбора ты просыпаешься здесь тебе холодно и ты такой блять ну что мне делать ну походу мне придется делать арт потому что делать больше нечего и если вам после этого стало интересно чем вдохновляется сам бачков то мы сделали с ним посты в телеграме конкретно с художниками которых он рекомендовал и также в закрытом паблике появится пост с его музоном а если вам в принципе интересно находить рекомендации каких-то селеб допустим там какую музыку слушать били айлиш какие книги читает дуть и там вот действительно самые главные селебы они есть на флисте и там собраны их любимые фильмы их любимые книжки их любимое музло и можно узнать про вот ваших кумиров очень много всего нового помимо этого там есть и гораздо более обычные люди как я например у меня вот там страничка обновляется на ней уже вот такая дофигища подписчиков представьте себе на флисте уже в принципе больше 20 тысяч активных юзеров и сайт действительно живет каждый раз появляются новые подборки новые селебы новые плейлисты новое все если вы ищите контент при том не то что ютубный а прям контентом крутые легендарные фильмы жизнеизменяющие музыкальные альбомы вот все вот это вот кто вам лучше чем не ваши кумиры посоветуют поэтому переходите по ссылке в описании на мою страницу на флисте и не только на мою страницу на флисте и ищите там новый контент ища для развития и кайфа на это можно не отвечать но как бы ты ответил если бы сейчас если бы ты сказал ты занимаешься хуйней ты же вот ну типа чё-то какие-то блять штуки пишешь блять на каком-то картоне это же какая-то хуйня вот есть там понятно художественная школа да есть понятна там нормальная работа есть понятно красить стены в жкх а ты вот какой-то хуйней маешься это вот что это такое на как уже я ответил вот этой работой не стыдно делать хуйню стыдно делать то в чем видишь хуйню написано таким же цветом дальше ты начинаешь загоняться типа глубина что за хуйня такое типа красоту написано розовым цветом потому что прямая ситуация такая красота блять тоже хуйня типа какая-то стыдно делать красоту ну наверно важное типа не стыдно делать тоже непонятно в итоге ты пришелся тому что типа чем видишь хуйню это если тебя вот это зацикленность работают эти да то есть такой тип не стыдно делать хуйню стыдно делал то в чем видишь что хуйню а все ну а что не хуйня и поэтому все хуйня и все не хуйня не хуйня как раз таки для каждого человека делать то что он хочет просто мне было интересно действительно заниматься искусством и интересно сейчас я пытаюсь сделать вот что-то в своем видение исходя из своего бэгграунда того искусств который видел вот что-то для себя интересное то что вот у меня реально ну у меня внутри в первую очередь вызовет ну какой-то какие-то эмоции что блин я сделал что-то что-то крутое в своих глазах вот этот вот стол он был до тебя или ты его при фига джине он был до меня вот этого предыдущие чуваки предыдущие художники собственно то здесь тоже жили художники и ты рассказала что рядом тоже живут художники да да здесь вот рядом живет художниц который рисует гиперреализм не прям такие огромные картины она продает их там типа по 10 тысяч евро вот у нее как раз не тоже огромная такая хата как у нее она цивильная у нее там белая стену нее все кого то есть другой стиль абсолютно хочу тогда разрушить стереотип потому что со стороны думается что ты стрит-арт художник который живет вот только искусством поэтому у него такая ебанутая хаты он все что делает это творит неусловно у него поле зрения вот такое вот и она ограничена исключительно его картинами ты получается совсем не так мыслишь не я ну смысле конечно я живу этим всем но как бы мне чтобы делать искусствами нужно чем-то свою жизнь наполнять то есть я же не могу водиться вот только в этом котле как раз таки за счет того что я в принципе интересуюсь жизнью во многих и проявлениях наверное я имею возможность это все в итоге в искусстве как-то высказывать но зарабатываешь ты не этим не зарабатывание этим ну то есть этим зарабатываю но очень мало а основной двору деятельности в самом я пробую ну я android разработчик синьор android девелопер да а есть какая-то вещь известная который разрабатывал ну или что-то вот такое ну например работу фонде борьбы с коррупцией с навальным да я делал приложение для прослушивания подкастов вот одного сам из последнего из крупного есть онлайн-касса эватор 600000 терминалов по россии собственно сделал андрей романенко чувак который сделал терминала киви до этого и если ну в какие-то ларьки заходить например там табачные просто магазинчики то можно заметить собственно эти онлайн-касс они реально вот по всей стране по всему снг вот я прям эти кассы пробовал прям вот там короче узнал про то что еще есть какие-то там фискальные накопители например там драйвер описал для кастом но просто я уже очень много раз ну не очень но много раз рекламировал штуки где учат программированию и для меня уже стало каким-то стереотипом фраза что программирование это самое востребование востребованные при этом не очень сложная штука в современности то есть это действительно так можете как человек который внутри этого сказать людям которые только на это со стороны смотрят это вот вообще имеет актуально сейчас и условно насколько это мнение это вообще это это пиздец как актуально ребят то есть ну очень мало хороших разработчиков не каждый день пишут не знаю ну точно там два-три чара стабильно и мне приходится я даже не отвечает мало как будто каждый второй программир того или иного рода не очень хороших зубочков очень мало потому что очень мало именно разработчиков не знаю которые но это реально с мозгом могут что-то думать делом так в принципе где наверно мало таких блин но вот ты себя считаешь вандалом нет 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 потому что ты не переходишь какую-то грань порчи имущества да да ну то есть во первых никогда частной собственность нет во вторых ну наверное самое важное то что ну именно сейчас я уже перестал заниматься вандализм то есть очень редко и вот как я уже говорил только в местах где но действительно это не напряжет никого то есть я максимально не хочу задевать ничьи чувства и то есть у тебя вот 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 нету бомберского запала что оставить свой след вот в каком-то самом таком месте которое вот прям либо самое опасное либо какой-то недосягаемые такие места есть и без задевания чувств людей то есть например вот я тегнул кстати вот можно будет это показать в клетке такой большой хуй это место которое абсолютно никому не нужно но это как раз таки очень крутое место этот тег уже лежит ну висит два года и это находится в центре москвы прямо рядом с высоткой котельнической набережной то есть там такое полузаброшенное здание собственно это клетки были ну вот на картинке ставить будет видно там были два кондиционера и я просто залез в эту клетку и прям в ней тегнул и это как раз красиво стильно недоступно также на китай городе есть какие-то мои теги которые очень высоко они они вписываются как бы ландшафт и вообще в общую среду и никому не мешают но при этом ты ну знаешь человек или просто тот кого намечен глаз как-то замечать детали можно так под не голову заметить о прикольный у тебя здесь лежит артефакт этот кто-то говорил то ли бэнкси то ли команда зачем не вроде бэнкси говорил что он каждый раз просто надевает вот подобную штуку на себя и он на самом видном месте стоит вот так вот и просто что-то рисует там буквально цитата была что типа если хотите быть незаметным наденьте вот такую штуку включите громко радио и ругайтесь на условия труда стоя на улице и можете делать вообще все что угодно ты реально я так использую я кстати на самом деле я ее вообще ни разу не использовал мне кажется что она наоборот еще больше не то есть я короче как мне кажется самое ну бэнкси в целом прав то есть вот я думал всегда у тебя время и когда вешать работу один раз я пошел вешать работу ночью и в этот момент я себя чувствовал гораздо менее безопасно чем когда потом всегда я ходил увешал просто днем посреди людей в людных местах потому что ночью ты заметный потому что нихуя себе какой-то чувак с лестницы блять посреди ночи на китай городе куда-то залез бля вешать чей это вообще происходит а А когда ты днем среди потока людей, возле метро, Китай-город, куда-то залез, что-то делаешь, просто ты делаешь, что оно так и должно происходить, значит, и все норм. То есть даже полиция проезжает, и все нормально. Потому что ты сливаешься с этой массой людей. Да, да, а что жилетка? Ну, без жилетки, ну, просто какой-то вот я рабочий, там, не из ЖКХ, а просто, типа, вот я там что-нибудь ремонтирую, какой-то фасад здания. Проводку пошел это. Ну, да. А вот у тебя картины здесь стоят совершенно обыкновенные. Это что? А, это от предыдущих художников, которые здесь жили. То есть это всякие учебные разные масла. То есть здесь, в этой хате, жили обыкновенные художники, которые просто... Да, да, художники обыкновенные, да, действительно. И рисовали. Масло, конечно, это круто, но когда-то... И оно буквально здесь стоит, вот сколько ты здесь живешь, да? Да, да, оно просто здесь стоит. Вот, я, кстати, думал даже взять эти работы и, ну, на них что-нибудь написать, но я понял то, что, ну, я не могу. Просто я вот к маслу, к живописи отношусь очень трепетно, блядь, я прям... То есть реально из уважения не пишешь на них? Я, ну, мне не позволит, ну, у меня рука не поднимется просто, ну, масло, я когда на него смотри, я такие эмоции испытываю, я просто, ну, это светлое. Слушай, вот как интересно, а почему-то, вот, это просто такой внутренний кодекс, я тебя ни в коем случае не обвиняю, там, ни в вандализме, ничего. Именно почему можно условно на стене, но нельзя на масле? Слушай, на стене тоже, на самом деле, не везде можно. Есть какое-то разъебанное здание, где уже тыгают люди, то есть, ну, на нем можно, я думаю. Вот, хотя сейчас тоже я уже, вот сейчас я перестал вообще тыгать уже, потому что я как-то изменил свое отношение к этому. Изменил больше не из-за того, что, хотя, ну, я и когда тыгал, у меня всегда были двоякие чувства, потому что, с одной стороны, как бы, ну, мне казалось прикольно тегнуть, с другой стороны, ну, я понимаю то, что это может задеять других людей, и у меня встает вопрос, на самом деле. Ну, то есть, тогда я думал, типа, ну, окей, интервенция в общественное пространство, типа, круто, пиздец, а сейчас я уже думаю, блядь, а какого хуя вообще имею на это право? Но больше, на самом деле, меня останавливает то, что потом я очень часто видел, как теги каким-то чикаряне, чикарей такие, типа, низкосортные школьники, вот, вот эти теги потом отмывают либо владельцы этих зданий, либо, вот, какие-то там официантки-уборщицы, если теги, наверное, стекли. Даже не баферы. Ну, баферы, в смысле, ЖКХ-шники. Да, баферы ЖКХ-шники. Да, вот, ну, либо ЖКХ-шники, и, как бы, и я просто это видел своими глазами, и у меня всегда вопрос, какого хуя из-за какого-то, блядь, ёбаного школьника, который тегнул на стекле, потом вот эта вот женщина, иностранка, скажем так, должна свои руки марать, блядь, в растворителе и отмывать это. Типа, я просто это видел, ну, я понял, что, ну, это пиздец, так нельзя делать. Ну, и в случае с историческими зданиями, согласен, просто более чем на 100%, но в случае, например, с путями электричек, вот мне гораздо, я каждый раз, когда на электричке из Москвы еду или, в принципе, выезжаю, это такое удовольствие, потому что ты прям в галерее оказываешься. И вот это вот ок. Да, здесь согласен, да, вот это уместно, кстати, как раз, да, вот лайны, то есть пути электричек, да, это хорошее вполне место. То есть всегда важна вот эта уместность, то есть, например, вот здание, напротив, красивое, цивильное, ну, блядь, я никогда в жизни не элементарно, потому что, ну, зачем это, не то место. Вот так же на фасаде какого-нибудь там кафе, на стекле кафе тоже никогда, потому что я знаю то, что это здание принадлежит конкретному предпринимателю, и какого хуй, ну, я не хочу наносить вред. Смысл где-то. У тебя есть на эту тему шикарная штука в хайлайтах, в исторках, где ты берешь розовую колонку, и ты там буквально комментируешь, как создать арт из чего угодно. Берешь хуйню с помойки, по твоим словам, ну, справедливости ради, колонка – это хуйня красивая. То есть нужно взять какую-нибудь красивую хуйню с помойки, потом написать на ней что угодно. Ты буквально пишешь какая-то с одной стороны и хуйня с другой. Написал какая-то хуйня, поставил ее на улице и наслаждаешься. Вот прокомментируй. Ну, собственно, так действительно создается арт, вот, такой вот дешевый арт, можно сказать. А именно момент, что, а какой смысл? А зачем? А это же какое? В стрит-арте вообще мало смысла. В стрит-арте существует просто красивые безделушки, которые просто радуют глаз. И люди действительно больше воспринимают не что-то осмысленное, а красивые безделушки. Но вот здесь, кстати, есть смысл на самом деле. Он как раз вот в этой истории, что вот так вот я просто взял и с нихуя сделал вот этот арт. Вот эту красивую безделушку, которая является артом в глазах людей. Но она и в глазах тех, кто шарит побольше, тоже является артом, потому что она вот как раз вот эта всю история. То есть, по сути, смысл в данном случае можно сформулировать даже как прикол. То есть это не обязательно должен быть смысл. Это ведь вполне прикол, что штука бессмысленная, но смысл здесь в том, что ты сделал бессмысленную штуку. Да, но смысл есть вообще во всем. И из-за этого его как бы и нету. Ну, это тоже смысл. Собственно, подписчик как раз спрашивал, что, а вот получается, что я тоже могу, значит, свою подпись просто оставлять и продавать работы? Ну, как бы очевиден ответ – нет. Ну, ты попробуй как бы. Ну, как бы да. Нет, на самом деле он как может. Просто нет, ну, очень жесткий, на самом деле, такой ответ, грубый. Но как бы нет именно с тем подходом. Короче, когда человек задает такой вопрос, мне кажется, вот именно в этой точке его нахождения в этой вселенной, понятно, ответа нет. Но вообще он может к этому прийти. То есть какую-то работу нужно для этого совершить. Чтобы смочь продавать просто свою подпись, нужно начинать не с точки «я хочу ее продать», а с точки «я условно хочу сделать какую-нибудь хуйню». И там через некоторое время это станет уже коммерческим… Ну, кому-то станет интересно заплатить за это деньги. А у тебя была какая-то история столкновения со стражами порядка? Да, была. Один раз на меня вызвали полицию, когда я, короче, вписывался в спальню в районе, где-то на юге Москвы, в новой Черемушке, что-то такое. И в 5 утра я вышел на улицу посреди вот этого вот, как колодца из вот этих вот панелек, когда… Ну, не панель, а вот этих современных домов, как многоэтажек, да. Ну, типа, вышел… Там какое-то здание стояло вот это белое, ну, как оказалось, это бойлерное, ну, или что-то вот из этой серии. Ну, я, типа, стал мне работу вешать. В 5 утра вообще, ну, типа, все спят. Я 150 раз до этого вешал работу, ну, то есть всегда вешал в центре Москвы, но, блядь, я вешаю работу на ебаной бойлерной, и на меня, блядь, вызывает полицию. И они приехали. Да, но приезжает полиция такая, я вот стою на лестнице, вешаю там свои картонки, вот. Ну, я такой, типа, прочитать, ребят, типа, ну, что ко мне? Они такие, ну, да, ну, что делаешь? Щетку, ну, вот, клею, типа, это искусство, вот. Они вообще не понимают, что происходит, то есть я вроде не пишу ничего. Если бы ты рисовал, это сразу понятно, вандал, в отдел, окей. А тут они как-то? А тут они, ну, они ничего не понимают, типа, что это за стихи, что это вообще, типа, чё ты? А ты вешал стихи, не помнишь, что там было? Нет, я помню, там была, ну, фраза, это они назвали стихами, вот. А там была фраза, все эти вещи можно просто сжечь, и ничего в моей жизни особо не изменится. А, как это символично. Вот нету фотографии, где эта фраза, и менты стоят на тебя смотрят. А, есть, я, кстати, фотку вспомнил на форуме. Вот она появилась сейчас, да, появилась символично, ну. Вот, собственно, ну, ребята ничего не поняли, они звонят начальнику, типа, и рассказывают им это, типа, тут вот какой-то чувак, значит, на бойлерной, блядь, клеит картон, какие-то непонятные стихи, что с этим делать. Ну, все, поговорили, они такие, типа, давай снимай. А я просто не успел еще все доклеить и фотку сделать. Ну, я начинаю именно там говорить, что, ну, ребят, ну, дайте время, дайте, доделаю все, сделаю фотку и сниму. А они такие, ну, типа, ну, типа, ты что, вообще охерел сейчас в отделении поедешь? А я тогда, у меня был период бродяжничества, я решил, типа, я не буду снимать жилье, я жил по впискам от своих подписчиков, вот. Вот, фриганил, питался, типа, да, еду с мусорик собирал, короче, весело было, и, ну, они такие в отделении, такой, да, похуй, давайте в отделении, ну, типа, дайте мне доделать эту работу, вот, они такие, типа, не, не, в итоге я просто, ну, я нашел компромисс, вот эта лестница, которая у меня стояла на лестнице, поставил картонки, сфоткал работу, менты все-таки уж таки подождали, вот, и все снял, и, собственно, собрался. Поехал-то в итоге? Не, не, а все, а что мне прибежит? Шикарно, шикарно. То есть можно сделать стрит-арт настолько деликатным, что даже менты не против будут? Да, даже на новых черемушка. Даже на новых черемушка, действительно. У нас в тему ментов это какое-то знакомое лицо, я его где-то уже видел, у этой работы есть история какая-то? Это тоже от предыдущих жильцов, вот. А, то есть это предыдущие жильцы рисовали Путин, их отъездка со своим связанным? Слушай, не знаю, но здесь очень странно люди жили, потому что здесь можно, там детали есть всякие, там на стенах какая-то шизоидная штука написана про Путина, там что-то про его сроки, я не знаю, может там даже что-то можно расшифровать, ну вот за куроками там могу показать. Ты посмотри, я тут реально, посмотри, что новое, что рабста начать, Путин 3 марта начать, что-то вот видишь, тут какая-то шиза прям совсем. Блин, я думал, сейчас будет что-то антиправительственное, но это просто какая-то непонятная. Я об этом и говорю, то есть тут просто что-то непонятное. Ну я так про себя думаю, что если бы я в этом жил, это наверное было бы наоборот прикольно, но почти уверен, что на некоторых людей это бы прям давило, что постоянно какие-то ведьминские штуки. Ну здесь, да, нужно привыкнуть, так сказать. Как ты характеризуешь то, что ты всегда используешь мат? У тебя он постоянно, у тебя он в твоем нике, у тебя он везде. Как бы ты это объяснил? У меня история с тем, чтобы мат был на канале, это что-то из разряда принципиального. Я никогда не думал, что это так будет, но теперь это стало принципиальной вещью, то есть я принципиально матерюсь. Почему, как это объясняешь ты? Ну это экспрессивное высказывание, эмоциональное, то есть оно… То есть именно экспрессия? Ну и условно в каждом твоем хуе заложена именно экспрессия? Ну хуе это скорее больше провокация, и это хуе это вообще дань, ну это классика, просто классика. Безусловно. Я как выбрал вообще себе именно тег хуе, потому что я подумал, что можно писать на стенах, самое крутое, что можно писать на хуе. Это basic. Basic, да, это как самый basic, то есть прямо вот самые истоки. Ну, как бы если я буду писать его кириллице, то не уникально. Слишком basic, да. Ну, оно не понятно, что это именно я пишу, поэтому я стал писать латиницей. Вот, то есть именно здесь это вот самое оно, что и можно писать на стенах. Максимально русское, максимально народное искусство, максимально народный артист. Просто в случае со мной мат это скорее язык откровенности, потому что именно, ну знаешь, из разряда, если бы я тоже о чем делаю видосы, рассказывал бы просто своим друзьям, я бы безусловно матерился, потому что это какая-то такая лексическая свобода, что нет проблемы не материться. Но с друзьями я матерюсь, я не матерюсь с родителями. Это своеобразный барьер, и у меня с родителями есть барьер, и у меня с какими-нибудь там социальными работниками, и со всеми, с другими, с кем я не матерюсь, что не проблема. Это барьер, а мат это своеобразное снятие этого барьера, ну и плюс, безусловно, бесит то, как у нас его назапрещали, и что в кино его нельзя вставить просто никак. Ну то есть, да, вообще, вообще никак, то есть у нас, условно, грабитель, он должен, отдавай деньги нахрен, или вот что-нибудь вот такое вот говорить. Ну вот, это совершенный абсурд. Вот такие дела, по-моему, получилось просто охеренно, я вот в шоке от того, как на глазах формат попиздим растет и приобретает какие-то новые навороты. А если вы знаете кого-то, кого еще такого же странного и крутого добавить в формат попиздим, то пишите это в комментах, да и вообще свои мысли по этому поводу напишите. А еще у меня есть шикарный инстаграм, ну вы знаете, есть платный паблик, ну вы знаете, а также наверняка знаете про бесплатный паблик, и про телеграм-канал, и все это очень крутое, а в остальном, спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки, да!